Сегодня у нас будет три презентации. Первая будет на тему статусы в 3СЕК-системе, переадресация на основе каждого из статусов. Вторая у нас будет по правам группам, создание логических в системе. И третья презентация будет по маршрутизацию звонков, по времени, который вы сможете настроить и праздничные дни. Начнем с первой. Мы рассмотрим в этой презентации настройку каждого профайла. Вообще, какие существуют профайлы. Посмотрим, как система может 3СЕКС переключать автоматически каждый из профайлов, как они будут работать. Рассмотрим диаграмму вызова на основе каждого профайла, как входящий звонок, попав в добавочный номер, на основе определенного профайла будет переадресовывать звонок. Ну и, конечно же, рассмотрим отдельные настройки по исключениям и правилам переадресации. Как вы обратили внимание в предыдущих презентациях, на уровне добавочного номера у вас есть настройка по forwarding rules, по-английски. Меню называется окно. По-русски будет правило переадресации звонка. И в этой настройке у вас есть статус. Статус имеется в виду статус добавочного номера, это его профайл. Получается, в каждом клиенте вы сможете увидеть данный статус. В 3СЕКС системе у вас будет 3 основных статуса. Это статус доступен, статус отсутствует, это же перерыв и не беспокойте. Первый статус доступен, это зеленый он у вас, обычно в 3СЕКС клиенте отображается. Отсутствует перерыв, будет желтый и не беспокоить, он у вас будет красный. В системе также есть два отдельных статуса. Это выборочное сообщение 1 и выборочное сообщение 2. Первое из них относится к статусу доступен, второе из них будет относиться к статусу не беспокоить. Мы о них еще отдельно поговорим, про эти два выборочные сообщения, для чего они присутствуют в системе. Статусы профайлов будут доступны для переключения в 3СЕКС клиентах, в мобильном приложении, в веб клиенте, в Windows клиенте и также на настольных телефонах. Для настольных телефонах будет использоваться дайл-код, звездочка 3 по умолчанию дайл-код и далее последовательность зависимости статуса, который вы хотите применить к добавочному номеру. 0 будет доступен, 1 отсутствует, перерыв, 2 не беспокоит, 3 кастумный статус 1 и 4 кастумный статус 2. Если же на настольном телефоне была введена клавиша DND, она будет активировать именно дайл-код 3.2, звездочка 3.2, как не беспокоить. Также в настольных телефонах вы можете запрограммировать ваши BLF, чтобы они выполняли одну из этих функций по переключениям статуса профайла. По автопереключениям подробно мы рассмотрим интервалы времени презентации. И что нужно знать здесь, что на основе времени вы можете переключать ваш профайл автоматически в системе. И система, получается, будет брать время вашей ОС и переключать этот статус. Также переключение статуса возможно вручную через консоль управления АТС. И если же у вас нет доступа к вашим 300 клиентам, возможно, есть какой-то пользователь, который не пользуется мобильными приложениями, нет доступа в АТС консоль управления, нет доступа веб-клиентам и так далее, у вас всегда будет возможность позвонить на номер, который будет направлен на ваш АТС, и в IVR меню попасть в настройку голосовой почты. Как мы уже говорили, в голосовой почте вы можете изменить статус вашего добавочного номера в том числе. Еще один из моментов, где может изменяться профайл, будет через интеграцию с Office 365. Получается, если вы там измените вашего пользователя, он будет, статус его передастся на АТС, и АТС переключит профайл вашего добавочного номера. Рассмотрим первый статус, доступен и выборочное сообщение первое, как АТС будет обрабатывать звонок, если звонок поступил на добавочный номер, в котором статус будет доступен, да, или выборочное сообщение один. Что произойдет? В АТС начнут обзвон добавочного номера на указанное время, которое вы выделите в настройках, по умолчанию, если не ошибаюсь, это 20 секунд, и далее после 20 секунд у вас будет определенная переадресация. Переадресация будет зависеть от внутренних звонков или же внешних. Получается, если идет вызов с внутреннего добавочного номера, который в системе есть, вы можете настроить отдельную переадресацию для внешнего номера. Также отдельная переадресация может быть как для внутренних, так и внешних звонков, если же ваш добавочный номер занят или же он не зарегистрирован. Далее вы можете переадресовать вызов на одну из опций, это может быть голосовая почта своего добавочного номера или целого диапазона групп вызовов, очередей и так далее. Это может быть сторонний какой-нибудь номер. Вы можете указать в системе, конечно же, всегда делать переадресацию на мобильный номер, который указан в настройке добавочного номера, или же ввести любой внешний номер, куда вы хотите, чтобы АТС переадресовала звонок. Также может быть переадресация на любой системный внутренний номер, такой как IVR, группу дозвона, очередь и так далее. Ну и, конечно же, вы можете через настройку завершить звонок. На уровне правил переадресации, статуса доступен, у вас будут отдельные параметры, как на скейтшоте указываются, в которых вы можете всегда указать, например, настройку звонить на мобильный телефон одновременно. Получается, когда приходит звонок на добавочный номер, если он, скажем, в статусе доступен, помимо того, что он может звенеть на вашем устройстве, которое зарегистрировано к этому добавочному номеру, вызов также может быть перенаправлен АТС одновременно на внешнюю линию и на телефон, который вы указали в настройке. Также есть настройка, которая позволит вам получать одновременно несколько звонков на ваше устройство. Мы говорили про настройку, если, скажем, ваш телефон занят или не зарегистрирован, делать переадресацию. Так вот, если у вас включена настройка принимать несколько звонков одновременно и вызов идет непосредственно на добавочный номер, не именно группу дозвонов, которая добавочный номер или очередь, а напрямую на добавочный номер, вы можете принимать несколько звонков. Сколько звонков можно принимать одновременно на добавочный номер, напрямую? Если же, скажем, вы используете Windows Client, в нем есть линии, если вы обратили внимание, когда вы набираете какой-то номер, у вас есть пять линий. В Windows Client это пять. Для настольных телефонов это зависит от бренда, от модели телефона. Здесь стоит уточнять у вендора, какой телефон вы используете. Далее, в каждом из профайлов, если речь сейчас идет о доступен профайл, у вас будет возможность принимать звонки из групп дозвона или же отключаться из очередей. По умолчанию всегда у вас в доступном профайле будет включена настройка «Принимать звонки из групп» и, конечно же, «Принимать звонки из очередей». Мы в прошлый раз показывали настройку по пуш-уведомлениям, которые доступны у вас будут в мобильном приложении, доступны в АТС и доступны также в AdClient. Вы всегда сможете изменить данную настройку, если не хотите, чтобы ваше мобильное приложение принимало звонки, допустим, если вы находитесь в офисе и у вас есть также в офисе настольный телефон. В профайлах «Отсутствует не беспокоить» и выборочное сообщение, которое второе у вас, кастумное. Вызов, когда приходит напрямую на добавочный номер, здесь уже время на обзвона нет, следовательно, звонок будет напрямую переадресован на один из путей, которые вы указали. В принципе, настройки идентичные, голосовая почта, системные сообщения, далее завершить звонок, возможно, какой-то внешний номер, мобильный телефон и так далее. В профайлах «Отсутствует не беспокойтесь», у вас появится одна настройка, которую, если вы поставите галочку для внешнего номера, допустим, у вас АТС может сделать запрос с возможностью принять или отклонить звонок. Что это значит? Получается, если вы, допустим, указали переадресацию на внешний номер, и в этом случае ваш мобильный телефон, да, или какой-то номер, приходит звонок, вы получаете вызов, отвечаете на него, и переадресация пока что не происходит в этот момент именно со звонящим. Вы услышите от АТС сообщение, откуда пришел звонок, номер звонящего, и при желании ответить, вы нажмете на одну клавишу, при желании отклонить звонок, вы нажмете на другую клавишу, звонит в этот момент, он не узнает, что вы отклонили звонок, и, в общем, переадресация просто-напросто будет для него отправлена в голосовую почту вашу, следовательно, он может оставить вам голосовое сообщение. Точно так же переадресация в зависимости от этих профайлов, которые мы сказали, будет отдельно для внутренних и внешних звонков. Здесь у нас слайд по голосовой почте, мы уже про нее говорили, но еще раз повторим, что на основе каждого профайла отсутствует, не беспокоит, доступен кастумные профайлы, вы можете записать отдельное голосовое сообщение, и попав в голосовую почту при профайле, скажем, перерыв, звонящий может услышать отдельно приветственное сообщение, которое система ему воспроизведет. Следовательно, вы можете отдельно записать это сообщение для ваших звонящих, чтобы они его могли услышать. Одна из настроек в 3CX профайле – это исключение. На самом деле, очень важная настройка, рекомендую ей пользоваться, во всяком случае разобраться. В первую очередь, исключение. Нужно знать, что когда вызов приходит на добавочный номер, вне зависимости, какой профайл вы выбрали в добавочном номере, АТС будет всегда смотреть, если в добавочном номере есть настройка с исключением. Если эта настройка существует, она будет у вас всегда в приоритете, и АТС будет именно смотреть в эту настройку. Получается, данная настройка вам позволит обрабатывать звонки с определенным Color ID, в зависимости от настройки, которую вы указали. Получается, всего исключений в добавочном номере может быть 15, АТС их будет обрабатывать сверху вниз, следовательно, последовательность, которую вы внесете в настройку, будет важна. А если вы хотите указать детально номер, весь Color ID, вы можете его ввести, вот как на примере, допустим. Здесь мы видим определенный фильтр для целого диапазона номеров, которые, скажем, приходят с кодом плюс 99,7, или, допустим, кодом страны плюс 357. В вашем случае вы можете, допустим, указать цель номер, следовательно, АТС переправит вызов, если пришел именно звонок Color ID в указанное время вами, может быть, время АТС, или же выделенные часы отдельные для добавочного номера, и сделать переадресацию. Вы можете указать, конечно же, внутренний номер точно так, чтобы звонил. И если же есть задача делать переадресацию всех Color ID, вы просто оказываете звездочку. И это правило получается в любой звонок, который пришел на добычный номер. Выбираете время. И далее, что делать с этим звонком? Завершать его или делать переадресацию. Получается, имея такую возможность с настройками исключений, вы можете настроить более комплексную маршрутизацию. Если же речь идет о входящих правилах, мы помним, что во входящем правиле у вас всего лишь два момента, как АТС будет делать пересацию. Рабочие, нерабочие часы. Так вот, если вы отправите, скажем, во входящем правиле, укажете делать переадресацию, скажем, на какой-то добавочный номер, который у вас будет вообще даже не зарегистрировано ни на какое устройство, а вы переадресуете вызов на него, и далее уже в исключениях настроите на основе, скажем, рабочего время отдельного кого-то, делать перенаправление в определенные часы на один добавочный номер, в другие часы на другой и так далее. В общем, так можно будет настроить более комплексную маршрутизацию. Автопереключение профайлов может быть настроено также на уровне добавочного номера, и, следовательно, АТС будет в определенные часы указывать, когда ваш добавочный номер будет доступен, когда он будет отсутствовать и когда он будет не беспокоить. Говоря про два кастумных правила, это выборочное сообщение 1 и 2, эти сообщения, а точнее настройка автопереключения, к ним применяться не будет. Получается, если у вас какая-то компания, в которой есть сотрудники, которые путешествуют, в командировках, в целях командировки, и у вас есть задача настроить, чтобы автоматически система и добавочный номер не переключала, профайл доступен. Пользователю нужно будет всего лишь выбрать кастумное сообщение, скажем, что он занятый, да, не беспокоить, и далее настроить переадресацию, куда переадресовать звонки. Получается, если будет включено выборочное сообщение 1 и 2, то автопереключение применяться к добавочному номеру не будет, даже если оно включено у вас. В принципе, из-за этого у вас есть эти настройки. Сообщение, название сообщения вы можете модифицировать сами, да, в настройках именно ТС в сеттингах. Сейчас мы это покажем в демо, я покажу, где находятся эти настройки, и вы можете указать, как оно будет у вас отображаться. На этом слайде мы видим диаграмму, как обрабатываются звонки. Мы сказали, что самое первое, самое главное, то у вас будут исключения, если оно присутствует, то ТС всегда будет проверять, если есть исключения, и далее применять все правила, которые есть, вне зависимости от профайла, доступен, отсутствует или не беспокоить, или выборочных сообщений. Далее, если уже его нет, у вас будет смотреть доступный профайл, отлично, идет звонок на него, если никто не отвечает, направляется, как вы настроили, при функции переадресации. Отсутствует, не беспокоить, напрямую идет переадресация, от внутренних или внешних звонков, как вы настроили, по выборочным сообщениям двум, в принципе, то же самое. Первое сообщение, как доступен, нет ответа заняты, для выборочных сообщений два, как и для отсутствия, это не беспокоит профайла. Есть один момент в системе, который нужно будет учитывать, к вашим профайлам, если же вызов будет приходить на добавочный номер, через группу дозвона, или через очередь, здесь уже настройка вашего статуса, будет немножко зависеть от того, как вы настроите. Получается, если же в вашем случае, скажем, у вас есть профайл доступен, и в профайле доступен укажется момент одновременно звонить на мобильный телефон, АТС не будет звонить на ваш настольный телефон, или на ваш мобильный клиент, а напрямую будет делать переадресацию на указанный мобильный телефон. Это важный момент. Если же у вас профайл отсутствует, не беспокоить, и приходит вызов на телефон, мы помним, что в настройках добавочного номера, даже если ваш профайл отсутствует и не беспокоить, вы все равно будете получать звонки, которые приходят у вас через группу очереди и через группу дозвона. Так вот, здесь такая же настройка присутствует, следовательно, вызов будет отправлен на мобильный телефон. Но есть одно исключение, когда он направлен на мобильный телефон не будет, если в вашем добавочном номере будет включена настройка возможности принять или отклонить звонок. В принципе, по теории у нас все. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Кюаз, спасибо за комментарий. Так, можно интегрировать с отельной системой? Конечно же, можно. Денис, автопереключения не всегда работают после смены часового времени. Денис, спасибо за ваш комментарий касаемо смены времени. На самом деле, у нас баг, это знакомый баг, который адресован разработчикам. Данный баг будет решен в новой версии системы. Что вам нужно знать на текущий момент? Это то, что автопереключение именно этого профайла не будет срабатывать только к первому правилу. Получается, если у вас там несколько моментов по автопереключениям, скажем, первое было с ночи предыдущего дня, с воскресенья, да, на понедельник, первое правило не сработает. Другие правила, которые у вас есть, они срабатывают. Может, других вопросов нет. Я бы хотел показать настройки и для тех, кто не знаком с системой, хотя бы увидеть, где что находится, в том, что мы сказали. Получается, первый момент, открываем добавочный номер, заходим в правило приадресации. Вот наши четыре профайла, которые у нас есть. Профайл доступен. Мы сказали, что добавочный номер будет обзваниваться в течение количества секунд, которые вы указали. Далее приадресация и при неответе будет идти от внутренних звонков, если телефон зарегистрированный, если телефон не зарегистрированный или он занят. От внешних звонков та же самая настройка. Далее в параметрах вы указываете принимать звонки на мобильный, также звонить на мобильный телефон. На какой мобильный будет идти вызов? На мобильный, который вы указали в вашем добавочном номере в основном окне. Далее настройка принимать несколько одновременных звонков. Будет применяться также. Ну и касаемо очередей, то, что мы говорили. Принимать звонки с очереди, если у вас статус доступен или же не применять. Отсутствует статус и не беспокоить. В принципе у вас похоже. И мы сказали, что если же приходит у вас звонок, на очередь вы можете данную галочку, скажем, отключить, чтобы пользователь не выходил из очереди, если он переключает свой статус на беспокоить, и принимать звонки с очередей или с групп дозвона. Также мы сказали, что когда вызов будет идти на внешние звонки, вы можете включать настройку с запросом принимать или отклонять вызов. Хотелось бы показать вам дополнение к данной функции с запросом принимать или отклонять вызов. Я открою сейчас еще одно окно параметров. В настройках параметра АТС у вас есть вот такая функция, которая будет говорить... Нет, это на уровне добавочного номера. Зайдем в добавочный номер. Получается, сейчас мы находимся, скажем, в добавочном номере 0, 0, 0. Вы, скажем, включили настройку с запросом. Если уже у вас будет включена отдельная настройка, которую вы включите в параметры, которая называется запрашивать имя звонящего с помощью голосового меню, она будет работать в комбинации с настройкой, которую вы указываете, с запросом. Получается, что произойдет, если же эта настройка не включена, система автоматически просто воспроизведет сообщение о номере звонящего, где вы можете принять или отклонить звонок. Если же включена вот эта вот галочка запрашивать имя звонящего, звонящему будет дано сообщение, которое он должен будет, так сказать, представиться и записать одно сообщение. После этого сообщение, которое запишется от звонящего, будет воспроизведено АТС-системой, как только вы ответите звонок, скажем, с мобильного вашего номера, который вы указали здесь. И далее вы можете услышать, кто вам звонит и принять или отклонить звонок. Мы говорили про приветственное описание, что настройка находится у вас здесь. Хотелось бы показать два кастумных профайла, где они находятся. Они будут находиться у вас в параметрах, параметры АТС и в параметрах АТС вот настройка, где вы можете изменить эти статусы. Сейчас у нас указан новый доступен и новый не беспокоить. В принципе, эти статусы должны у вас отображаться в вашем веб-клиенте. Если мы их изменим, скажем, допустим, укажем 1 и здесь сохраним данную настройку. Мы должны увидеть, что она применяется сразу же к вашим пользователям. 1 и 2. Следовательно, вы можете полностью изменить название этого статуса. Мы сказали, что эти статусы применяются, чтобы не было у вас автопереключения, если статус будет в одном из них. Мы также сказали про стройку правил исключений. Где она находится? Вот она здесь, исключения. Вы можете добавлять различные исключения в зависимости от времени. Всего времени, определенных рабочих часов вашей системы вы можете указать часы специальные, включить праздники, кроме праздников и далее на основе каждого дня делать переадресацию. Если у вас есть задача не принимать звонки с определенных номеров, скажем, внутри системы, вы хотите, чтобы пользователь 000 принимал звонки от пользователя, допустим, 001. Что вы делаете? Вы указываете пользователь 001 в любое время, что делать? Завершать звонок. Таким образом, вы можете настроить момент, когда пользователь 01 не сможет позвонить на пользователя 000. По автопереключению мы говорили, вы можете настроить вот здесь, мы как бы об этом еще поговорим, но настройка на уровне добавочного номера, вот она, где находится. Автопереключение, вы включаете настройку и включаете настройку, которая вам нужна. Мы также сказали важный момент, про который не стоит забывать, если у вас статус не беспокоить или же отсутствует включен, приходит звонок на добавочный номер через очередь, получается, приходит в очередь, пользователь 000 агент в этой очереди и у пользователя включена настройка звонить на телефон и здесь включен запрос, вызов будет идти на телефон, на добавочный номер. запрос не присутствует и у вас нет переадресации на мобильный, следовательно, звонок будет работать. Точно так же, как и для статуса доступен, если у вас включена настройка звонить на мобильный, настольный телефон, вызов не будет. Коллеги, пожалуйста, вопросы касаемо профайлов, переадресации и так далее. То, что мы в принципе сказали. У вас был вопрос по отелю, по модулю отеля, я бы хотел показать, где он находится в системе. В параметрах есть гостиничный модуль, вы выбираете интеграцию, которая у вас есть, Метел или Фиделио и в принципе настраиваете. Хотел бы вам скинуть ссылки, пригодятся по работе протокола, именно, который открыт, Метел по Фиделио, по настройке будильника, почитайте. Что вам нужно знать, еще важный момент, если же включен протокол Метел, в этом случае АТС будет являться серверной частью, следовательно, порт, который вы выберете для вашего отельного интеграции, для ПМС, вы должны будете пробросить на уровне операционной системы. Если же у вас подключение будет в внешней сети, что хотел бы обратить внимание, 3CX не поддерживает, серверная часть АТС и ПМС должны быть в локальных сетях. Если же в локальной сети пробросите на вашем, скажем, Windows, Linux, Firewall системе ООС, вот это тот порт. Если же в вашем случае у вас ПМС поддержит протокол Fidelio, тогда АТС система будет клиентской частью, следовательно, АТС будет подключаться и тогда проброс портов не нужен. Здесь указывается порт, куда вы будете подключаться к ПМС. Конечно же, тут необходимо настроить группы пользователей, которые вы добавите, с которыми АТС будет работать, следовательно, если же ваш добавочный номер не входит ни в одну из групп, результат, в общем, интеграция будет не работать. Касаемо будильника, вы, конечно же, должны быть создать IVR для будильника, голосовое меню, в вашем случае тип должен быть будильник, получается, он может всего быть один в системе, вы не можете создать несколько IVR будильников, он всего лишь один, мне он кажется уже существует, вот он здесь, и далее ПМС, у вас будет такая настройка, что делать, если кто-то не отвечает, плюс, более того, когда у вас будет настроен будильник, в панели звонков вашего веб-клиента, панели оператора, у вас будет вот в этой категории звонки-напоминания, вы здесь сможете увидеть, если все запланированные звонки, вы можете всегда изменить вручную время через ваш клиент. Немножко отклонился от темы для тех, кому интересно, надеюсь, полезная информация тоже была. Коллеги, пожалуйста, вопросы по статусам присутствия, если нет вопросов, будем идти к следующей нашей презентации. Презентация у нас на тему групп и права пользователей в группе. В этой презентации мы рассмотрим, как в 3CX-системе вы можете создавать логические группы и в этих логических группах создавать отдельные права для пользователей, которые у вас в системе, которые будут иметь определенные права, видеть звонки других пользователей, перехватывать звонки, перехватывать звонки с AVIAR, видеть статусы присутствия и некоторые другие функции. Если вы зайдете в консоль управления и в настройку группы, у вас здесь будет самая основная группа Defaults, это системная группа, как бы она группа по умолчанию и в эту группу будут входить все пользователи, которые вы создаете в системе. Далее вы сможете создать вашу группу, если вы хотите уже распределять ваших пользователей и в эти группы отдельные, которые вы создадите, помещать ваши добавочные номера. Стоит учесть, что один и тот же добавочный номер может быть частью нескольких логических групп одновременно. Например, вы создали группу IT, допустим, отдел, создали группу техподдержки и один и тот же пользователь может быть в группе техподдержки и в группе IT. Получается, и для каждой отдельной группы вы можете задать разные права. Что нужно знать про логические группы, что в них есть шаблоны, шаблоны на основе ролей. Получается, будет основная роль менеджера и роль пользователя. Это всего лишь шаблон именно в этой группе и, конечно же, более детальная настройка всегда может применяться отдельно на уровне каждого отбавочного номера к этому пользователю и в группе, в котором будет находиться. Получается, для отдельного шаблона, который вы настроите в группе, как только пользователь в него войдет и вы ему зададите роль менеджера или же пользователя, все настройки, которые вы указали в шаблоне будет к нему применяться у вас получается будет три главных права касаемо настройка это право управления право статусов присутствия и права деятельности касаемо управления сюда будет входить доступ к телефонной книге вашей компании управление по звонкам через aviar или который вызов придет получаться если у вас есть добавочный номер который мониторит звонки через три секс windows клиент или веб-клиент через меню switchboard вы сможете увидеть вызов который пришел на aviar и сделать переадресацию звука с aviar на любой добавочный номер системе следовательно звонящий не должен дожидаться пока система его перенаправит или чтобы он полностью прослушал сообщение если в общем звонок пришел и администратор ожидает этого звонка вот он может перехватить этот звонок и делать его переадресацию а следовательно нужны определенные права также к правам управления будет входить записи разговоров и их вид одной из презентаций мы показывали что через веб-клиент вы можете видеть звонки вашего добавочного номера которые записаны в системе вы также можете видеть звонки коллег которые находятся с вами в одной и той же группе чтобы это было доступно вам необходимо включить права здесь стоит учитывать что данная настройка будет доступна касаемо вызовов записи вызовов к версиями pro и enterprise касаемо прав статуса в присутствии данные права необходимы для мониторинга через веб-клиент через windows клиент статус ваших пользователей следовательно вы можете в окне видеть ваших коллег какой них статус если он доступен не беспокойтесь если же коллега находится в разговоре с каким-то внешним номером следовательно вы можете увидеть этот звонок и мониторить как долго он разговаривает также вы можете конечно же ограничить чтобы данные статусы и звонки не мониторились из друг группы или же от определенных добавочных номеров более того вы можете полностью настроить момент когда ваш добавочный номер будет виден с консоли управления вашего клиента и вы можете вообще видеть статусы всех пользователей касаемо прав действий данные будут применяться парковки звонков интеркома то получается интерком это вызов на добавочный номер с автоответом получается вы можете позвонить пользователь а может позвонить пользователю б и пользователь б его добавочный номер будет отвечать автоматически и пользователя не должен дожидаться ответа так вот чтобы это работало в В первую очередь, у вас должен быть настроен дайл-код для интеркома. И после того, как у вас настроен дайл-код, у вас должны быть права в группе. И пользователь, кому вы проводите вызов, должен находиться в той же самой группе. Манипулирование. Следовательно, вы можете принимать звонки, отклонять, переадресовать их с вашего веб-клиента. Вы можете видеть звонок, кто кому звонит, и в любой момент сделать переадресацию. Скажем, у вас пользователь А говорит с пользователем Б. Вы, как администратор, можете через интерфейс веб-клиента взять и переадресовать вызов. В правах действия также будет доступна настройка по выполнению операции секретаря. То, что у нас коллега Киас спрашивал недавно за отельный модуль. В общем, эти права должны присутствовать, чтобы вы смогли, скажем, вселять гостей в добавочные номера. Следовательно, вы их можете переименовывать. Далее АТС будет отправлять этот код на PMS-систему. Следовательно, ваша PMS-система также будет обновляться. Добавочный номер, который будет иметь эти права, может включать будильник на эту комнату. Еще одна из возможностей 3CX-системы, точнее 3CX-клиентов, это вклиниваться в разговор, подслушивать разговоры, подсказывать определенным пользователям. И данные фичи будут доступны с версиями Pro и Enterprise и с использованием 3CX-клиентов. Вы должны использовать приложение веб-клиента или же клиента для Windows, чтобы вы смогли выбрать определенный звонок и делать подсказку. Допустим, или просто прослушивать звонок. Следовательно, другой пользователь в этот момент не будет знать, если вы подслушаете звонок. Если у вас есть задача подсказывать одному из пользователей, вы всегда можете указать, кому будет идти подсказка и так далее. После того, как вы создали группу, попвестили туда ваши добавочные номера, мы сказали, что данный шаблон принят к добавочному номеру сразу. После этого вы всегда сможете изменить отдельные права для определенных пользователей. Следовательно, вы сможете, допустим, задать либо уменьшить права, которые были в шаблоне, или же наоборот добавить больше. Вне зависимости от ролика, который у вас будет ваш пользователь. Получается, вы можете быть обыкновенным пользователем, ваш добавочный номер, но иметь права менеджера. Настройка прав групп, которая будет находиться в правах группы общие права, публиковать статусы всех членов группы, применяется только для передачи добавочных номеров, которые у вас есть в системе. Ну, ничего более. Получается, если у вас есть определенные права, скажем, пользователя одной группы логической вообще не могут видеть пользователей другой логической, группы, если включена будет данная галочка, получается, в АТ-системе вы сможете увидеть всех пользователей, которые у вас есть. Но ничего больше. Следовательно, вы не можете уже видеть более детальные моменты, которые будут относиться к статусам звонков, если кто-то разговаривает с кем. И более того, у вас не будет моментов переадресовывать звонки или же отклоняться от звонков. Это только для для визуализации добавочных номеров в системе. Пару примеров касаемо отображения статусов. В первом примере у нас две группы. Группа А и группа Б и два пользователя. Пользователь А и пользователь Б. В группе А у нас всего лишь один пользователь. И у него права касаемо публикации статусов присутствия и вид других членов группы включена. Точно так же, как у пользователя Б в группе Б. Так как пользователи находятся в разных группах, они видеть друг друга не будут. Почему? Потому что они находятся в разных группах и статусы применяться не будут. Второй пример у нас одна группа, два пользователя. Пользователь А имеет возможность публиковать статус присутствия и видеть других членов группы. Пользователь Б ограничивает статус своего добавочного номера. Администратор разрешил ему видеть других членов группы. Как результат, пользователь А не будет видеть пользователя Б, но пользователь Б будет видеть пользователя А. Третий пример. У вас одна группа, два пользователя и у двух пользователей в виде других членов группы отключены. Получается, так как у вас два этих пользователя А и Б, они в одной группе, они друг друга видеть не будут. Следовательно, получать информацию от своих коллег они не имеют права. Следующий пример. У вас две группы А и Б и одни и те же пользователи. В группе А у вас одни права для этих пользователей, в группе Б другие права. В первой группе они не видят друг друга, так как у них статус в виде других членов группы отключен. Следовательно, видеть в группе А они друг друга не могут. В группе Б, так как статус у них включен, они могут видеть друг друга. Как результат, таким примером вы можете ограничивать в разных группах определенных пользователей, чтобы они могли видеть действия в своей группе. Касаемо настроек через веб-клиент, клиниваться в разговор, слушать, когда нужна подсказка, вы должны указать, кого будете подсказывать, к какому из пользователей. Если нужно перевести пользователя, вы указываете также делать перевод или запарковать звонок. Вы можете записать звонок или его сбросить. Такие настройки у вас будут доступны. Касаемо записи, мы также об этом говорили, что веб-клиенте вы будете видеть свои записи разговоров. Они будут отображаться у вас отдельными иконками. Если же это разговоры пользователей других, которые находятся в одной и той же группе, у вас будет иконка отличаться. Еще момент. Удалять запись разговора, которая была для других пользователей, вы не можете. Таких прав нет в системе. В один момент в системе у вас будет возможность, как был вопрос, Денис, подсказать. Скажет у нас пример. У вас есть пользователь 601 и пользователь 602. В этом случае то, что мы видим на скриншоте клиента, это скорее всего будет добавочный номер 603. Так как я, допустим, пользователь 603 и у меня есть специальные права, возможно, я какой-то администратор или, может, синер-инженер, и я бы хотел, конечно же, подсказывать коллеге. Он, может, новенький у меня пришел коллега 602. Я бы хотел ему подсказывать определенные моменты. Что я могу сделать? Я могу прослушать разговор, о чем они говорят, два пользователя, и выбрать, кому подсказывать. Получается, мы вместе будем слушать разговор с пользователем 602, и в то же время я ему могу подсказывать, что отвечать. В то время, как пользователь 601 в этот момент слышать мою подсказку пользователю 602 не будет. Тут есть подсказка. Пожалуйста. Получается, аудиопоток будет направлен на указанного пользователя, который вы выберете. И он будет односторонний. Я, получается, могу только говорить, пользователь меня может слышать, и уже далее говорить другому пользователю. Ну, в этом примере, наверное, не идеально. В идеале было бы, да, что вызов идет из внешнего номера, и, может, мы в одной и той же группе находимся, я просто подсказываю, да, моя работа заключается в этом, чтобы научить моего коллегу. Так, идем далее. Доступ в консоль управления. На уровне добавочного номера в правах пользователя будет возможность дать доступ в консоль управления. Получается, в первую очередь, у вас будет вход в консоль управления, не веб-клиент, а именно в консоль АТС, где вы сможете, скажем, манипулировать вашим номером напрямую, внутренним. Следовательно, изменить, может, название, настройки, которые у вас есть. Вы всегда можете, конечно же, добавить момент, касаемо управления. Вы можете управлять целым диапазоном номеров, модифицировать их и так далее. Или же всеми номерами, которые есть в системе. Отдельные настройки будут применяться, кстати, к администрированию. Следовательно, вы, как пользователь, сможете администрировать сип-транки, изменять настройки ваших транков. Администрация системы даст вам возможность также модифицировать определенные настройки. Ну и, конечно же, иметь доступ к отчетам. Следовательно, вы сможете, допустим, иметь доступ только к добавочному номеру своему. И в консоли у вас будет отображаться момент, где вы сможете генерировать отчет в любой момент в системе. Хотелось бы здесь добавить, что если вы, скажем, имеете возможность управлять всеми добавочными номерами и даже быть администратором в системе, и в вашем случае вы не увидите определенные добавочные номера, это значит, что у этих добавочных номеров также есть доступ в консоль управления. И то, что вы их не видите, это в принципе нормально, так как у них есть также доступ к управлению системой. В принципе, это был последний момент, я бы хотел открыть консоль и посмотреть, и еще пройтись по настройкам, где находится все, о чем мы сказали. Коллеги, пожалуйста, жду ваших вопросов касаемо теории, спасибо. Так, вопросов нет. Консоль управления, мы говорили про логические группы, как они создаются, заходим в группы, вы сможете их добавлять. Создавать новое название, добавлять пользователей, создавать права, публиковать статус информацию, создавать шаблоны, права менеджера, права пользователя. После того, как вы создали группу и внесли в нее пользователя, вы всегда можете зайти в отдельного пользователя, добавочный номер, в его настройку, и в главе права, да, изменить его права. Здесь вы выберете группу, скажем, мы видим, что мой пользователь находится частью только группы Default. Кстати, давайте мы его поставим в другую группу и посмотрим, что он у нас отобразится сразу в другой группе также. Нажмем ОК. Как только мы его добавили в группу Webinars, мы видим, что он у нас отображается в группе Webinar. В группе Webinar у него намного меньше прав, и мы сможем применить к нему роль. Так, что там у меня тут не то пошло. Другую роль, роль менеджера или роль пользователя. Или же, имея роль пользователя, вы всегда сможете задать ему намного больше прав. Далее, конечно же, эти права будут применяться. Мы говорили за Dial Code, про Intercom, чтобы работала функция Intercom, чтобы вы смогли звонить. Вы должны будете зайти в настройки от S, параметры. И в параметрах, в первую очередь, убедиться, что у вас не включена настройка ограничить перехват звонков в группе администрирования, если вы будете перехватывать звонки, иметь это в виду. И касаемо Intercom, зайти в параметры, в Dial Code и убедиться, что для пейджинга у вас включен уже специальный Dial Code. Касаемо теории, да, еще момент касаемо входа в управление от S, вот он находится у вас здесь. Как только вы разрешаете вход пользователя, вы можете зайти в его добавочный номер. Давайте мы укажем добавочный номер, я задам ему права. Мы видим, что я зашел в консоль управления только через профайл своего добавочного номера. Здесь у меня нет никаких правов, только свои права, следовательно, я смогу изменить имя, если есть необходимость, и включить определенные настройки, которые доступны в консоли. Кстати, хотелось бы показать одну из возможностей. В параметрах настройки почты и уведомлений вы можете отображать, если один из пользователей зайдет в свой профайл, получается войти в интерфейс управления 3CX. Если включена данная настройка, я смогу получать уведомление, если какой-то пользователь зайдет в свой профайл. Включаем ее. Давайте еще раз, допустим, дадим какие-то отдельные настройки этому пользователю в правах. Допустим, создавать отчеты. Нажмем ОК. И далее зайдем в его добавочный номер, в его профайл. У нас появились отчеты, сразу мы видим. Могу генерировать. И теперь я должен увидеть письмо, что кто-то зашел в мой добавочный номер. Пожалуйста. АТС отправила письмо администратору, указав, что пользователь админ с добавочным номером 000 зашел в консоль управления с IP-адреса внешнего. В принципе, то, что было в моем случае. Так. И теперь в консоли администратора. У вас также в журналах события сразу отобразится этот момент, что пользователь 0 зашел в консоль управления. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Мы сделаем небольшой перерыв, так как нет вопросов. Сделаем перерыв на 20 минут и продолжим с нашей последней презентацией. Все. Увидимся через 20 минут. Спасибо большое.